Давай, я подержу и подам тебе. Старинный церковный колокол в руках красноярских байкеров. Скрип стремянки под их ногами уже скоро сменится благодатным звоном. Внизу заждались прихожане. Что тут долго? Долго-долго. Лестницу разобрать надо и вниз. Подними. Да, нормально, тут мягко. Затянут. Одних колокольный звон трогает чисто физически. Говорят, воздух колеблется. Других метафизически, задевая душу. Какая, по сути, разница, если действует на всех? Подождите, а что вообще байкеры делают на колокольне, спросите вы? Члены Красноярского мотоклуба, оказывается, реставрируют не только Харлеи и Уралы. В 2020 году они взялись за восстановление уникального дореволюционного колокола. Мотоциклисты давно живут бок о бок с настоятелем и прихожанами храма Пороскевы Пятницы в Барабаново. Дело не в их вероисповедании. Признаться, большая часть из них вовсе не праведники. Земляки бьются за историю родного края. И этот небольшой колокол на самом деле большая культурная находка. Церковь Пороскевы Пятницы в селе Барабаново пережила жестокое отношение к религии, вере и православию Советского Союза. Но, к сожалению, 98% отлитых до революции колоколов этого отношения не пережили. Как мы помним, их буквально срывали и выкидывали на землю, они разбивались. И, к сожалению, только 2% сейчас удалось восстановить. Это большой успех, если в Красноярске найдутся хотя бы 5 подобных колоколов, отлитых до революции. И вот сегодня поистине уникальное событие случилось в селе Барабаново. Здесь на колокольне водрузили как раз такой реконструированный объект. Получается, что важно это не только для веры, религии, но и для культуры и истории Красноярского края. Новый старый колокол пролежал в земле под Самарой 80 лет. Покрылся налетом и почти утратил способность говорить. Но редкую находку забрали в Красноярск, где за дело взялся член мотоклуба Александр Шестаков. Свой звук колокол вновь приобретал в мастерской на тех же станках, где оживают детали брутальных железных коней. Необходимо сделать щадящую очистку внутренней части, чтобы не повредить сам колокол и чтобы он не потерял свой голос. Храм святой великомученицы Пороскевы Пятницы в Барабаново впервые после глубокой комы заголосил несколько лет назад. Уже более 10 лет его восстановлением руководит настоятель Алексей Язев. Считает и его заслуга, что памятник архитектуры деревянного зодчества не рухнул, выдержав 160 лет. Поразительно, но на реконструкцию уникального места в регионе до сих пор не нашли денег. Власти пока только обещают включить строки в бюджет, а бизнес не торопится поддержать проект. Господь – великий шутник. Он иногда просто не допускает вот эти вот кошелечки денежные на ножках доходить до храма. Иногда нужна какая-то пауза для того, чтобы произошло что-то. Ну, рождение души, например. И поэтому, кроме физики, там, постановления губернатора, там, денежных мешков, есть еще и метафизика. Значит, Господь так решил, что вот именно здесь, сегодня, вот на этом развороченном снегу нам с вами стоять, чтобы через пару лет, допустим, уже вот здесь лазить по лесам и смотреть, как возводится, реставрируются уже новые деревянные стены. Действительно, иначе как шуткой Господа не назовешь тот факт, что до сих пор один из самых популярных в интернете красноярских храмов еще не нашел мецената. А ведь настоятель самим своим бытием делает это место привлекательным. Это весьма нестандартный священнослужитель. Он ведет рубрику на Фейсбук, снимает сторис в Инстаграм, а когда в сети просит пожертвования, что случается редко и исключительно на конкретные дела, то шутит, что, мол, на ваши деньги, конечно же, местный поп купит себе очередной спорткар. У меня супруга всегда говорит, язвен, ты опять язвишь. У меня даже не сформулирован вопрос, я даже не знаю, как его правильно задать. А вот что в голове есть, вываливаете, там разберемся. Ну, как так? Так. Мы все живем в плену стереотипов, понимаете? Байкеры кто? Уроды. Какие-то пьяницы, какие-то маргиналы. Сатанисты. Сатанисты в том числе. А здесь происходит совершенно другой вариант. Понимаете, в чем дело? Это, наверное, нормально стереотипическое мышление. То есть, если милиционер, он плохой, если жулик, он отвратительный, если там поп, то он пьяница на Мерседесе. И вот главная задача меня, как священника, как христианина, вот эти самые шуры с глаз людей снимать. Я хочу показать, что христианство – это прежде всего свобода. Но не свобода от условностей жизни, от супруги, от родителей, а свобода от своего греха. Узнать больше об истории уникального храма всего в 60 километрах от Красноярска можно, например, подписавшись на Алексея Язева в Инстаграм. Его можно найти там по никнейму «Падре из тундры». Сергей Григорьев, Сергей Токарев. Новости ТВК.